Приветствую Вас! Прочитал Ваш вопрос и, значит, хотел бы разобраться с тем, что Вы написали, в том, что Вы написали. Хотел бы, чтобы Вы для начала, прежде чем Вы, например, будете как-то, например, решать, что делать дальше, чтобы Вы выработали некую свою позицию, чтобы Вы понимали вообще, где Вы в этой ситуации. Итак, недавно произошло следующее, пишите Вы, что я расстался с девочкой, расстались с девочкой. Ну, это нормальное, в принципе, явление, что люди расстаются. Да, это неприятно, конечно, всегда, но это нормально, к сожалению. А сны мы прожили два года. Ну, это довольно небольшой срок, особенно если учесть, сколько Вы были знакомы до этого. То есть, Вы зачем-то стали жить вместе, когда у Вас не было еще брака, то есть, Вы не женаты, не было своей площади. Вот. Зачем-то Вы стали жить вместе. Ругались довольно часто, не могли найти общий язык из-за бытовых проблем. Ну, вот, понимаете, как бы момент здесь какой. Вы говорите «мы». Вы говорите «мы ругались». Это довольно удобная позиция говорить «мы ругались». Потому что, когда Вы говорите так, когда Вы говорите, что «мы ругались», а не, например, «я ругался» вам, допустим. Ну, получается, что… получается, что на Вас ответственность как бы не лежит в этой ситуации. Получается, как бы так, что ответственность лежит на Вас обоих. Это правда. Это верно. Ответственность действительно лежит на Вас обоих. Но нужно понимать, нужно понимать, что Вы свою ответственность, именно свою, как это мне показалось, не несете. То есть, Вы не отвечаете именно за себя. За себя в этой ситуации меня отвечаете, если Вы говорите, что «мы часто ругались». Кто это «мы»? Это не «мы». Это «Вы». Вы ругались зачем-то с девушкой своей. Вы зачем-то пытались ей доказать что-то. Вы, наверное, пытались, ну, поменять ее. Вы, наверное, пытались что-то до нее донести, как-то, не знаю, переделать ее, может быть, или что-то в этом роде. И вопрос-то он в том, зачем, понимаете? Вопрос-то он в том, для чего Вы пытались ее переделать. Вот, в общем, вопрос. Понимаете? Как бы, девушка, она, ну, вот такая, какая она есть, Вы ее, вроде как, приняли, такой, какая она есть. А потом начали с ней ссориться, и, собственно, зачем? Зачем с девушкой вступаете в конфликт? Зачем пытаетесь девушке доказать что-то? Зачем Вы, как бы, боретесь с ней? Это именно борьба у Вас. У Вас с ней это именно борьба. Как вот это видится мне, по крайней мере. То есть это не отношения, как таковые, когда люди ссорятся постоянно. Это именно борьба. Вот Вы боретесь друг с другом. И Вы боретесь за своей девушкой. Ну, у меня к Вам только вопрос. Зачем? Кому лучше от того, что Вы с ней борьба? Вот кому лучше? Ну, кто-то мне подсказывает, что никому. Вам точно не лучше от этого будет. Знаете, девушка с Вами не хочет отношений, не потому, что, знаете, вот эта вся ситуация с собственниками произошла. Не будьте, пожалуйста, таким наивным. Не будьте таким наивным. Не в этом дело, на самом деле. Дело в другом, немножко. Дело в том, что девушка себя с Вами не чувствовала защищенной. Вот в чем дело. Вот в чем проблема. Понимаете? Вы не смогли дать ей чувство защищенности. Вы не дали ей этого, не давали ей этого. Из-за этого она ушла в конечном итоге. Вы не смогли оградить ее от нападок Ваших родных. Вы не смогли защитить ее от негатива. Я Вас не обвиняю сейчас, кстати говоря. Вы не подумайте чего плохого. Я не обвиняю Вас. Я говорю о том, почему она ушла. Вы либо принимаете это, либо Вы, значит, как бы вот переживаете вот этот вот негатив, который за этим как бы следует, да? И вы расстраиваете до мужчины, который может своей девушке что-то дать, либо Вы остаетесь на том же уровне, обижаетесь и, собственно говоря, ничего не происходит. Вы ее никак не выращиваете. Вот. Обещать вот эту ситуацию на самом деле Вам, потому что, ну, мне Вам ничего доказывать не нужно. Не нужно. Совершенно. Вот. Значит, и заведение ей бюджетно выругалось. Давайте так. Если Вы позволяете человеку вести бюджет, да? То есть, если Вы вот, ну, даете ей такую возможность вести бюджет, то логично, что она ведет его так, как хочет. Ну, это логично. Согласитесь. Если Вам не нравится, как она ведет бюджет, значит, нужно было вести бюджет самому. Ну, смотри как. Женщиной, что-то обстоит так. Вы либо даете ей возможность вести бюджет самой, и тогда Вы вообще никак не участвуйте в этом. То есть, Вы и позволили все. Вы позволили. Либо, либо Вы изначально распределяете доход сами, и даете ей деньги на, там, какие-то ее обязательно нужды. Вот. Но это не работает так, что Вы как-то вот пришли к тому, что она бюджет ведет, а потом Вам не нравится то, что она ведет бюджет, как она его ведет, и Вы за это ругаетесь. И за разбросанной одеждой тоже довольно такой, ну, довольно показательный момент, скажем так. Вы действительно считаете, что из-за разбросанной одежды стоит ругаться? Вы действительно считаете, что из-за того, что кто-то куда-то положил носки, например. Забыл положить носки, например. Стоит ругаться. Вы действительно так считаете? Знаете, если вы, именно вы, не девочка, именно вы, мы про вас говорим Если вы так считаете, если вы из-за этого ссоритесь То вот простите Насколько вы ее любите, для меня остается загадкой Может быть вы ее любите, но вы не готовы жить вместе, понимаете, с ней Если вы из-за разрушенной косметики, из-за вещей, ссоритесь Как бы женщины по своей природе обращают внимание на мелочи Это нормально, для женщин Мужчине обращать внимание на мелочи, ну это, ну знаете, ну такое Вот что-то страшное То есть да, можно, конечно, но срабо Либо женщина должна не обращать внимания на мелочи совсем Либо мужчина должен перестать что-то делать Потому что вы ссоритесь именно по той причине, что находитесь как бы на одном уровне Понимаете, вы находитесь на одном уровне С ней Вы находитесь с ней на одном уровне, когда ссоритесь Вот в чем момент Именно благодаря этим ссорам я хочу сказать Ну и где здесь любовь? Как любовь проявляется? Что для вас любовь? Не думаю, что кому-то понравится, постоянно ссорится Почему я говорю это вам? Только вам Почему? Потому что Банально Вы задаете вопрос Про будущее в ваших отношениях Про то, сложится ли у вас, там, не сложится ли у вас И это, как ни парадоксально Зависит именно от этого Вот это зависит от вас От вас это зависит Вот как вы ситуацию Как бы разрешите Будете вы, например Идти по пути личностного роста Развиваться Будете вы развиваться Все будет хорошо Не будете развиваться Все будет Так, так Было Даже если девушка к вам вернется Даже если она к вам вернется То ситуация Немного улучшится Это я вам серьезно говорю Опять же Про то и простой причине Что вы-то останетесь тем же И вы даже будете ссориться Из-за мелочей Но было теплых Много теплых моментов Которые меня и дерут Вот так Теплые моменты Это что? Держит вас Теплые моменты чем? Что значит теплые моменты Для вас? У меня вообще в короче Ощущение, что вы Знаете Вы Говорите О себе Вы не говорите о девочке Это очень плохо Это очень плохо Потому что Если Вы Хотите девушку свою Вернуть Если вы хотите с девушкой Быть в отношениях То простите Но вам нужно Говорить о ней Не о Себе Говорить Нужно А о ней Говорить Нужно И не о теплых Моментах Нужно говорить Которые Вот эти Теплые моменты Которые Там Ну Для вас Что-то в нашем Да? Вот А для нее Теплые моменты Для нее Теплые моменты Какие? Что ее держит Что ей нравится Что ее устраивает Вот об этом Она и не говорит А пока вы Говорите О себе Пока ситуация Складывается Вот так Ну Ничего Удивительного Что у вас С девушкой Не получается Отношения Потому что Мне кажется Я могу Ошибаться Что каждый Глаз говорит О себе Вы говорите О себе Девушка Говорит о себе И все Все довольны Все счастливы Всем хорошо Каждый Говорит о себе И Все нормально Ну Разве это Правильно Разве это Здорово Понимаете Поэтому Я думаю Что Вот Об эти Вот эти Моменты Эти моменты Ну Вам Надо бы Для начала Как Следует Для себя Происнить Далее Вы пишите Значит Часто Ругались Из-за Моей Матери Сначала В некоторых Ситуациях Я Обращался К ней За советом Так Денис Ну Вы знаете Здесь Если честно Я даже Немного Затрудняюсь Комментировать Потому что Сложно Воспринимать Мужчину Как Мужчину Если Он Спрашивает Совета У мам Я Не то Чтобы Хочу Сказать Вам О том Что Вы Не Должны Этого Делать То есть Это Вам Решать Спрашивать Совета У мам Не Здравствуйте Совета У мам Не Хочу Чтобы Вы Думали Что Я Вам Буду Указывать Что Делать Но Женщина Она Хочет Видеть Рядом С собой Защитника Она Хочет Видеть Рядом С собой Мужчину Вряд ли Мужчина Может быть Мужчиной Если Он Спрашивает Советов У мам Своей К сожалению И Потому Давайте Сразу Скажем Что Если Вы Хотите Вернуть Свою Девушку То Нужно Заречься Спрашивать Советов У мам Потому Что Это Ваши Отношения Это Ваша Жизнь И Девушка Данна Видеть Что Все Проблемы Вы Можете Решить Сами Без Значит Мам Без Вообще Кого Либо Вот Привлечение Третьих Лиц В личные Отношения Никогда Не заканчивается Чем Хорошим Никогда К сожалению Потому Что Потому Потому Что Это Нарушение Личных Границ Людей По Другому Не бывает Поэтому Ваша Серьезная Ошибка В том Что Вы Спрашивают Советов У мамы Своей Вот Если Вы В чем-то Не уверены В себе Были Например Ну Это Нормально Что Вы Были Не уверены Люди Они Могут Быть Не уверены Это Естественно Для них Человек Не может Быть Во всем Уверен Но Нужно Понимать Что Если Вы Не уверены Если Вы В чем-то Не уверены На 100% То Нужно Что Нужно Наставника Да Там Психолога Там Друга Старшего Может быть Младшего Друга Если Умнее Если Гордость Подваляет Да То Можно Младшего Друга То Это Не Принципиально Как-то Вот То То есть Кого угодно Только Не Маму Вот Маму Привлекать Нельзя Нельзя Категорически Совершенно Поэтому Это Вот Ваша Ошибка Очень Серьезно Вы Себя Дискредитировали Перед Девушкой Тем Что Не сумели Справиться С Каким-то Проблем Тем Что Не Смогли Их Решить Эти Проблем Свои Понимаете Вот И Девушка Не Чувствовала Себя Сколько Нибудь Защищенность Себя Стану Да Да Вот это Вот Чувство Вот это Защищенность О которой Я говорил Это Действительно Очень Важно Защищенность Вообще Очень Важна Понимаете Потому что Защищенность Это Главный Критерий По которому Девушка Определяет Вообще Надо Ей Быть С Этим Мужчиной Или Нет Ибо Если Не Надо Если Защищенность Она Себя Не Чувствует То Зачем Ей Мужчина Такой Понимаете В чем Дело Это Звучит Может быть Знаете Довольно Жестоко Может Кажется Это звучит Жестко Может быть Но Но Вы Постарайтесь Понять Что По другому Не бывает К сожалению Если Вы Ну Опять Сейчас Будет Довольно Тоже Жестко Так Если Вы Не можете Значит Начать Решать Проблемы Ну Свои Если Вы Не уверены В себе Ну Значит Вам Рано В отношения Тогда Вступать Простите Пожалуйста Если Вам Это Неприятно Скорее Всего Неприятно Будет Но Лучше Лучше Если Вы Узнаете Об этом Сейчас Чем Будете Совершать Ошибки Значит Да И В каких Ситуациях Вы К маме Обращались В итоге Получилось Так Что Мать Стала плохо Относится К девушке Ну Естественно Вы Посвящаете Маму Свою Личную Жизнь И Хотите Чтобы Она Хорошо Относилась К Девушке Вот Знаете Очень Наивно Как Минимум Вот Как Минимум Это Очень Как Минимум А Как Максимум Вас Либо Волнуете Только Вы И Тогда Вам Опять же Рано В отношения Вообще Ступать Либо Вас Недостаточно Сильно Волнует Девушкам Потому Что Ну Вот Как То Как То Знаете Сложно Объяснить Ваше Поведение Другими Какими То Аспектами Другими Какими То Моментами Да Трудно Трудно Объяснить Вот Затем Дальше Говорил Что Это Не Мое И Т. Д. Ну Здесь Вообще Странно Вот Честно Вам Скажу Здесь Вообще Странно То Есть Ваша Мама Говорит Вам Что Ваша Девушка Это Не Е Е Простите Простите А Она Должна Быть Е Е Я Вот Как То Если Честно Вообще Не Понимаю Немного Она Должна Быть Е Это Вообще Чья Девушка Ваша Или Мама Кто Живет Девушкой Вы Или Мама Вот Тоже Как Как То Знаете Этот момент Если Можно Прояснить Потому Что Ну Довольно Печально Картина Нарисовывается Нарисовывается На самом деле Если Если Вот То Что Вы Говорите Это Ну Если То Что Вы Говорите Это Действительно Правда Очень Печальная Горзинка Вырисовывалась Из-за Эта Из-за Вот Данной Данной Ситуации Как Как Это Консконечно Видится Мне Я Вас Опять же Не хочу Пугать Но Хочу Чтобы Вы Понимали Всю Серьезную Ситуацию На мой взгляд Которая Которая Имеется Так Говорили Что это Не мое Это Дэ В каком Смысле Она Это Говорила Непонятно Это Было Не просто Так А До Выноса Мозга До Что Они Не Дожди Жить Они Не Дожди Жить Как Бы Дружно Сюда Подливала Матый Вагон Моя Тетка Которая Мы Снимаем Квартиру Ну Знаете Опять же Ситуация Какая Вы Можете Сделать Все Что Что Вам Заблагорассудится В общем С большому счету Потому Что Это Ваша Жизнь И Так Далее Вот Но Если Вы Снимаете Квартиру У Своих Робных И Думаете Что Они Будут Вас Поддерживать То Вы Опять Так Опять Таки Опять Таки Вы Проявляете Очень Серьезную Очень Сильную Наивность То Есть Почему Вы Решили Что Ваши Росты Будут Вас Поддерживать С Чего Вы Решили Что Это Так Зачем Вы В отношении С девушкой Вообще Вообще Вступили Если Если Чувствуетесь Если Чувствовались То Жилье Не тянете Своё Например Опять Момент Да Опять Момент Дучков Это Сделали Не Беспечили Ли Вы В отношении Вступать Понимаете Вот То Есть В общем То Здесь Очень Много Других Людей Как Правильно Сказал Вам Мой Коллега Очень Много Других Людей Их Не Должно Быть Только Абсолютно Не Должно Быть Вот Значит Дальше Дальше Значит Специально Говорилось Там Типа Когда Я Уезжаю На Работу Это Надолго Неделю Там Много Заслачилось Пока Меня Нет Доказательства Кому 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 Вы Верили Это Этого Сказывала Моя Матерь Заходила Я До взлета Скрикнут Когда Девушка Собирала Вещи Один Раз Мне Это Делала Мама Но Думедрено А Пиковая Ситуация Стало То Что К Нам Приехала Мать Девушке Значит С братом Искать Город Работу И Квартиру А Почему К вам Вот Стопчик Происходит Почему К вам Почему Я Не Не Без Предупреждения То Есть Ну Хорошо Ладно Допустим Приезжает Она Окей Но Без Предупреждения Это Почему Почему К вам Опять же Непонятно Что Что Вообще Происходит У вас Вы Вместе С Девушкой Живете У вас Пара Или Сплошной Я не знаю Проходной Двор Там В отношениях Что Движет Вами Когда Вы Допускаете Вот Такие Ситуации Что Движет Вами Именно Ладно Именно Ладно Вот В этой Ситуации Ну И Опять же Как Вы Вы Понимаете Поведение Девушки Мне Тоже Интересно Очень Потому Что Если Например Если Например Например Вы Не Разделяете Мнение Девушки Своей На Этот Счет То Под Сомнение Ставится Будущее Ваших Отношений Да К сожалению Опять Далее Значит Так В общем Вся моя Редня Моя Редня Решила Что Мать Девушки Будет С нами Жить Теперь И Они Могли Предупредить Вам Они Могли Сказать Что Они Просто Взяли И Свалились На голову Что Как Это Все Очень Странно В итоге Уносили Моз Мне Еще Тетка У нас Проверка Пришла В итоге Мы Переругались Девушки Она Собрала Вещи И Ушла Куда Она Ушла Если 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 Ее Мать Пришла За Помощью Ну Если Я Правильно Понял Куда Она Могла Уйти Тогда В Этом Случае Это Все Очень Мутно И Непонятно Совершенно Девушка Куда Уходит Хотя Ей Некуда Уходить Совершенно Вроде Как Вы В этой Ситуации Вообще Никаких Действий Не Предпринимаете Чтобы Ну Чтобы Как Ситуацию Разрешить Вот Девушка Ей Конечно Тяжело Наверное Очень Приходится В этой Ситуации Ее Можно Понять Вопрос В том Понимаете Ли Вы Ее Вот То Есть Как То У вас Вообще Никакой Автономии Нет Понимаете Это Наверное Самая Большая Проблема У вас Нет Никакой Автономии Абсолютно В отношениях Вы Не Автономны Понимаете Совершенно Вы Не Автономны Вообще Никак И Я Думаю Что Вот Именно На это Вам Обратить Внимание В первую Очередь На Повышение Уровня Своей Автономности Это Вот Прям Самое Главное Для Прям Самое Самое Главное Дальше Значит Так Тяжело Было С этим Мириться Я Встал Депрессия Так Ну Депрессия Вы Конечно Я так Подозреваю Перегибаете Палку Потому Что Депрессия Депрессия Это Болезнь Вот Соответственно Я не думаю Что у вас Депрессия Да Может быть Депрессивное Состояние Конечно Может быть Депрессивное Состояние Да Вполне Возможно Но Я не думаю Что у вас Именно Депрессия Все-таки Потому Что Депрессия Это Тяжелое Заболевание Очень Тяжелое Заболевание И Я не думаю Что у вас Именно Оно Да Вам Безусловно Очень Очень Трудно Вам Безусловно Очень Тяжело Но Это Не Депрессия Это Не Депрессивное Состояние Это Вот Это Пожалуйста Не путайте Эти вещи Это Разные И довольно Серьезные Вещи Не путайте Их Пожалуйста Значит Ну вот Мы Уже Четыре Месяца Врос Общаться Общаемся У него вроде Остались Чувства Ко мне У меня Никуда Не девались Меня Тянет К ней Ваши Чувства Они Вообще Какие Что Значит Тянет Ну Что Значит Тянет Вас Тянет К ней Как Вас Тянет Вас Тянет К ней Так Что Вы Опять Будете Жить Непонятно Где Непонятно С кем Непонятно Как Как Вас Тянет Какое У вас Будущее Может быть Где Вы будете Жить Если Вы Будете Вместе Будете Ли Вы Вообще Месте Жить Если Будете Месте Сам Я, например, думаю, что вам умеется жить пока вообще рано, потому что у вас с ней, вас с ней тянет, вы, то есть, не говорите даже о том, что вы ее любите, вот. И это, конечно, как-то все довольно странно выглядит. То есть, для девушки подобные проявления оппозиции не являются какими-то, знаете, правильными, какими-то, знаете, внушающими надежду. Для девушки это вообще выглядит очень плохо все. Объективно это очень плохо, то, что вот вы говорите. И если вы хотите ситуацию поменять, то я серьезно рекомендую вам, значит, сперва подготовить почву для того, чтобы было куда девушку познать. Чтобы вот этого аля, который был, тем более не повторился. Тем более не повторялся. Понимаете? Вот. Я думаю, что это вот формигранно. Если вы сможете изменить ситуацию, если вы сможете по-другому ее представить, ну, отлично. Баба-баба, вы можете смело сказать девушке, что вот, значит, ну, пойдем, вот, как бы я все понял, я хочу быть с тобой, я озорвал свои ошибки и так далее, и так далее, и так далее. То есть все это никакого эффекта, никакого результата не принесет вам. Вау. Вау. Ничего не даст это. В общем, что делать, посоветуйте, отпустите же дальше или же как-то вернуть ее. Ну, как вернуть, я вам сказал. Как вам вернуть ее, я сказал. А что делать? Вы знаете, что делать, я думаю, вам решать. Вот, серьезно. Это, это, такая ситуация, это, ну, такой вот момент, который только вам решать здесь. Хотите есть, если хотите, вы ее можете вверху вернуть. Мне не кажется, что с этим будут проблемы. Серьезные, прямо, проблемы. Вот. Но, если ее возвращать, если ее возвращать, то нужно, чтобы, собственно, было куда ей возвращать. Потому что, вот пока, на данный момент, я, к сожалению, никак не могу сказать, что ей можно куда-то возвращаться. К вам. Вот. Вот. Хотите. Опять же, если вам это неприятно. Вот. Там это, ну, вы не достаточно уверены в себе. Вы не достаточно уверены в себе, и вы хотите, чтобы у вас были с ней отношения. Вот. Ну, это, это, это не так работает просто, понимаете. Это работает немножко по-другому. Ну, если вы хотите с ней отношений, то нужно обеспечить эти отношения в первую очередь. А нужно обеспечить, нужно защитить, необходимо защитить девочку от проблем, которые есть. А вы где-то вот сказать не можете. Соответственно, о каких, о каких отношениях идет речь? Тогда. Понимаете? Вот так. Так, я думаю, можно вам ответить на наши вопросы. Сейчас я посмотрю, чего ли я не забыл. А ведь все плохо. Есть у наших отношения будущее или тут конкретный крест на них. Ну, опять же, вы такое впечатление, что, знаете, перевешиваете ответственность. То есть, вы пытаетесь перевесить ответственность себя на нас. Вот. Я не думаю, что это правильное позиция. Только вы знаете крестов для ваших отношений или нет? Мы этого знать не можем. Я вам даже больше скажу, что мы не должны этого знать. А вот вам знать нужно. А вот если вы хотите быть с девочкой, то, пожалуйста, пожалуйста. Завоевывайте ее. Завоевывайте ее. Добивайтесь ее. Старайтесь, значит, как-то ее расположить к себе. Показывайте, в конце концов, что вы мужчины. Что вы способны защитить ее. Что вы способны оградить ее от проблем. Вот тогда у вас отношения есть в будущее. А пока вы мыслите вот так, как сейчас мыслите вы, то я боюсь, что действительно у вас нет никакого будущего. Потому что будущее вообще отношение выстраивает два человека. А у вас получается так, что вы вообще непонятно даже, что к девушке чувствуете. То есть, может быть, вы чувствуете к ней симпатию, может быть, вы чувствуете к ней тягу. Но это не то. При таких отношениях, при таких вот, при таких чувствах, люди вместе не живут, как правило. И именно вместе, при таких отношениях, люди не живут. Да, они могут встречаться, они могут проводить время вместе, но они не живут. Так что вот об этом я рекомендую вам подумать, как следует право. Потому что это очень важно. И если вы решите действительно для своей девочки что-то делать, то начинайте делать уже сейчас. Потому что не ровен час, не ровен, не ровен час, она встретит кого-то достойного и более достойного по ее мнению. И уйдет с ним. Если вы этого не хотите, то, соответственно, нужно срочно менять ситуацию, нужно срочно делать что-то. нужно срочно проявлять активность в свою и так далее. Так что я думаю, я думаю, что полностью и целиком от вас зависит ответ на ваш вопрос, конечно. Если вы осознаете все моменты, которые я вам, например, дал, которые я вам сказал, и скорректируете свое поведение, то есть шанс, и немаленький шанс, что вы будете вместе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду раз помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.